Всем привет! С вами Александр Усольцев и это пятничные новости недели. На этой неделе пятница случилась в субботу, поэтому новости выходят в этот день. Итак, на этой неделе запустили городской велопрокат. На Патриарших вновь появился знак. Опубликовали графики отключения горячей воды. Репетиции парада. Станция Новопеределкина готова на 70%. А также ссылка этой недели и список мероприятий, куда с вами стоит пойти в эти выходные. На этой неделе очень пафосно открыли велопрокат. Открывали его на набережной у Новодевичьего монастыря. Приехал сам Собянин, само собой приехал Эликсут, глава департамента транспорта. Съехалась куча журналистов, я даже не ожидал столько увидеть. И, как это получилось, не зря надел желтую куртку. Москва вводит в крупнейшую... ...систему велопроката. Хотя день был дождливый, и из приехавших журналистов никто не поехал на этих велопрокатных велосипедах. Ограничились тем, что специально пригнанные девочки их попозировали с этими велосипедами, ну и все, в общем-то. Но это не отменяет главного факта, что велопрокат наконец запустился. И это реально самый эффективный способ передвигаться по городу, особенно по его центру, в теплое время и когда нет дождя. С прошлого года у велопроката новое приложение. Оно довольно такое приятное, интересное. В нем можно видеть тарифы. Я не знаю, я очень постоянно пользуюсь велопрокатом, поэтому сразу в первый же день и в этот раз взял тариф весь сезон и 45 минут. Ну не знаю, у меня, по крайней мере, так получается, что я постоянно доезжаю до следующей станции и сдаю велосипед в 35, 36 минут, 32 минуты. А теперь 45 минут бесплатно. Платишь вот эти тарифы, вот эти деньги за доступ к услуге. И работать велопрокат будет до конца октября. Более того, у велопроката увеличилась зона охвата, добавились новые станции. А велосипеды все те же. Внизу будет ссылка на мой пост в моем блоге. Я там рассказываю, как выбрать лучший велосипед из тех, которые есть в велопрокате. А там есть несколько нюансов. Эта новость у нас уже была, но повторимся еще раз. На патриарших снова появился знак, с которым все фотографируются. Теперь уже, если мне не изменяет память, седьмой. Дело в том, что шестой знак, который повесили совсем недавно, я об этом говорил в новостях, его куда-то дели. Кто-то его то ли украл, то ли куда-то заныкал, но так или иначе знак пришлось вернуть снова. Вот буквально в субботу с утра был субботник, высаживали сирень на патриарших и вернули знак. Так что приходите на патриарши, фотографируйтесь с этим знаком, который уже давным-давно стал одним из главных героев всех инстаграмов с патриарших. И одной из главных достопримечательностей Москвы в этом районе в целом. На сайте Московской объединенной энергетической компании появились графики отключения горячей воды в летний период. Интересно, что эти графики довольно сильно скорректировали из-за чемпионата мира по футболу. Ну, чтобы, ну мало ли, приедут иностранцы, а у нас горячей воды нет в Москве. Ну, представляете, какой шум поднимется. То есть в центре их как-то будут отключать не в период проведения чемпионата мира. Так или иначе, заходите на сайт, вбиваете свой адрес и вам прям точно выдает, когда вас отключат горячую воду. Ссылка будет также в описании. Не грех еще раз напомнить, что на следующей неделе нас ждут снова репетиции парадов. Во-первых, это очень хорошая возможность посмотреть технику. А во-вторых, ни в коем случае. Третьего, а это четверг, первый день после выходных, ни за что не едьте в центр города на машине. Ни с утра, ни посредине, ну, тем более вечером. Потому что будет перецеплено все. Вся Звенигородка, вся Тверская и, в общем-то, все набережные вокруг Кремля. Тем не менее, это хорошая возможность посмотреть на новую технику. Будут еще репетиции воздушного парада. Особенно 6 мая, когда будет выходной день. С утра генеральная репетиция, то есть она будет в 10 утра уже на Красной площади. И то есть над центром, именно там в 10.30 примерно, уже можно быть и видеть вот эти самолеты. Можно быть, в принципе, уже в районе метро Аэропорт, на Ленинградке. Там это все уже будет лететь красиво. Тем более, что в этом году обещают как новую сухопутную технику, будут показывать дроны. Так и новая авиационная техника. То есть, например, там Су-57 будет новый самолет. Станцию Новопеределкина, как говорят, завершили уже на 70%. То есть, в Новопеределкине станция в таком русском стиле, с отсылком к архитектуре палат. Но с такими узорами псевдорусскими. Ну, в общем, наверное, что-то интересное будет в холле, по крайней мере. То, что показывают, вот сейчас уже делается. Так что ждем с нетерпением, когда можно будет это увидеть вживую. На этой неделе нашлась очень классная ссылка, которая будет в описании. Это сайт библиотеки имени Некрасова. То есть, библиотека имени Некрасова, она работает вот как должна работать современная библиотека. Они просто оцифровывают свои фонды и выкладывают в общий доступ. Ну, то есть, что может быть проще современной библиотеке? То есть, уже не надо ходить, физически брать журналы, не надо ходить, физически брать книги. Они очень много переводики оцифровали. И то есть, в принципе, там копать не перекопать. Очень интересно, все сайты весь организован, там есть поиск. Вот самая-самая хорошая вещь, которую может сделать библиотека. Когда я вижу такие вещи, я понимаю, что вот, наконец, наше Министерство культуры или Департамент культуры города Москвы тратит деньги не зря. В эти выходные с 27 апреля по 9 мая по всему городу проходит фестиваль Акапелла. То есть, будут выступать специально отобранные коллективы, будут петь, очень красиво петь. Так что я очень рекомендую посетить многие площадки этого фестиваля. Ссылка на фестиваль будет в описании. Но, в принципе, если вы будете ходить по пешеходным зонам в центре, то вы на них, ну, обязательно натолкнетесь. В Коломенском с 30 апреля по 2 мая проходит рыцарский турнир. То есть, там будут реконструкции средневековых сражений, турнира, будут различные там палатки, анимация в средневековом стиле. В общем-то, можно сходить, сводить друзей, гостей, детей особенно, и посмотреть на это действо. И на этом все с новостями недели. Всех с наступившими выходными. Поздравляю с окончанием этой особо длинной недели. И отдыхаем, веселимся. Время в Москве проводим. А с вами был Александр Усольцев. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Обязательно поставьте лайк. Я вас очень прошу. Ну, это как бы качество моей работы определяет. И оставайтесь на связи. Любите наш город. До новых встреч.